На портал Эксгет поступил вопрос. По свету родителей стала искать себе молодого человека, в итоге оказалась брошенной и скальверкенной грехом судьбой. Может ли Господь обновить мою душу, как прежде, створить, как будто ни греха, ни скорбей никогда не было? Ну, мы родители, мы не боги. Чтобы найти свою судьбу, свое семейное счастье, надо Богу молиться. Все остальное несовершенно. Даже когда с человеком встречаешься длительным образом, там год, например, это тоже не гарантирует. И после года встречи можно совершить ошибку. Силу, свое несовершенство. Конечно, есть очевидные какие-то вещи. Ну, допустим, твой избранник любит очень пить вино и пьет его часто и много. Ну, наверное, тут достаточно быть ясно, что могут быть большие проблемы в семейной жизни. Или твой избранник, видно, что очень любит девушек. Притом, всех и много. И тоже тут надо очень задуматься, а стоит ли такого креативного парня себе мужья брать. Потому что может так оказаться, что ты у него будешь не одна даже будущей женой. Ну и так далее. Но вот, чтобы это увидеть, надо Богу молиться. Что вот я знаю из практики совестищенической, что люди вот, эти вот такие явные грехи такие, да, у человека, да. Вот такое поведение явное. Человек ухаживает за девушкой, тут же в ночных клубах ухаживает и кутит с другими девушками. Все это еще в интернет вкладывается. Вот эта девушка, за которую ухаживает, она вот как-то вот все равно это вот не понимает. Но чтобы, повторяю, это увидеть, надо молиться Богу, чтобы тебя не захватило страсть. И ты ничего уже не видел. И потом удивлялся, а как же? Вот вроде я там даже может Богу молился, может родители слушался или слушалась, а у меня ничего не получилось. Не получилось, потому что не увидел или не увидел. Даже хорошо прийти там на совет к священнику, но большинство священников, они не старцы. И они могут своего избранника-то никогда не видеть или увидеть там, не знаю, там, привел ты к батюшке свою там избранницу или избранника, а он ее первый раз в глаза видит, он ее не знает. Человеку узнать с ним надо, ну, пожить какое-то время там. И даже если это и прихожане-прихожане этого, того же прихода, это все все равно не гарантирует. Потому что, знаете, люди проявляются в семейной жизни совсем по-другому, нежели, ну, вот, так сказать, там, с друзьями, там, со знакомыми и так далее. Семейная жизнь скрывает все нашу такую познакомленную сущность, если хотите. Вот, поэтому очень важно именно молиться Богу. Тогда ты в процессе общения, ты это можешь почувствовать. Или Бог тебя защитит от неправильного выбора. Вот, я в свое время тоже ухаживал на девушку, и на мой духовник в ней как-то вот не особенно так вот благоволил к этому. А я был влюблен, поэтому, естественно, ничего не понимал, а знать не хотел. Вот, и я как-то еду от нее, ну, проводил ее. Я был тогда молодым инженером, научным сотрудником. Вот, и чувствую, ну, я чувствую, что это не то. Я говорю, господи, ну, покажи мне, мое-то не мое. Так вот искренне. Вот не то, что, господи, покажи мне, что это мое. Вот, а именно вот я именно задал вопрос Богу, вот, без предрешения того, что вот я хотел бы меня услышать. Вот, и все, я приехал на следующий день, я с ней очень часто встречался, утром. А мне она говорит, моя, так сказать, девушка, мы с твоей разными людьми, Саша, расстаемся. Ну, надо сказать, что я это не принял, ответ. Я ее уговорил, с ней еще полгода общались. Потом все расстались, конечно, потому что у нас были разные люди, она была права. И, ну, Бог мне на мой вопрос ответил сразу, сходу, ну, вот, может, не в ту же минуту, но вот, сходу. Задал вопрос, ответ получил. Но, повторяю, для того, чтобы, так сказать, его задать, а еще для того, чтобы еще и принять этот порой ответ Божий, надо иметь такое, знаете, непредрешение, что тебе Бог должен сказать. Это ты уже знаешь. Как люди, знаете, вот они вроде решили, но им надо какую-то санкцию со стороны. Вот они начинают там, иногда к некоторым батюшкам разным ходят, чтобы кто бы батюшек нашел, сказал, да, вот так делай правильно ты, молодец. Вот, один, другой, третий, все, какие-то все не те вот. Вот, потом иногда находятся, которые скажут, да, или там к людям другим, так сказать, вот, вот так и мы с Богом иногда. Мы же все решили за Бога, а потом хотим, чтобы Бог сам все дал, чтобы нам было спокойнее. А если что, это Бог виноват? Вот, так вот, вот это вот непредрешение. Но это очень трудно. Вот я, кстати, говорю, вот рассказывал сейчас, да, что я вот ответ-то получил в конечном счете, но его не принял сразу. Поэтому это очень трудно. Вот, надо молиться, 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 изо всех сил молиться. Вот, и это очень серьезные вещи. Но обычно люди, к сожалению, это не делают. И даже не слушают ни родителей, ни батюшек, которые иногда все-таки, как мне советуют, что слушают, ну, по-моему, это все-таки не совсем то. Потому что иногда это все-таки видно. Даже обычно родителям, обычному священнику. Ну, люди там влюблены, и все. В это надо очень осторожно влюбляться. Надо вот с чувством влюбленности быть очень осторожным. Потому что если ты влюбишься, дальше очень будет, то есть, дальше уже очень трудно что-либо рационально там как-то вот рассудить. Поэтому вот то, что раньше люди очень осторожно с друг другом общались, с противорожным полом, очень осторожно. Ну, не все, но достаточно были такие люди, которые это делали. Это было вот, знаете, как съехать на санках. Надо посмотреть, куда ты едешь, а то ведь может туда куда-нибудь в пропасть свалиться. Поехал-то хорошо, ветерок, потом бац, и в пропасть. Так и с браком можно, потому что это будет хуже пропасти. Там-то упал, там, ну, дай бог, не поломался, пошел дальше трататься. Вот, или домой к теплой печке. А с браком там все, видите, вот, поломанная жизнь и так далее. Все очень серьезно. Поэтому тут надо не искать влюбленности, как некоторые. Ой, в кого влюбиться? Ой, быстрее влюбиться. Это, так сказать, это люди делают, которые Бога не знают. Не знают Божьей любви. Им надо какой-то драйв в жизни, что такое чувство, что такое чувство чего-то такого светлого, приобщение к чему-то такому, что захватило всю душу. Вот они вот любую влюбленность ищут. Вот, на самом деле, и потом, конечно, часто накалывается на какие-то очень большие проблемы. А надо действительно Богу молиться трезво. Ну, а потом она, если человек хороший, симпатичный, она влюбленность куда-то денется-то возникнет. Вот, но вот для этого надо все-таки быть осторожным. И вторая еще, главная молиться Богу. Бог не даст пропасть. Если ты, повторяю, молишься без такого предрешения. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok